Ну, знаете, то, что Алексей Навальный собирается в президенты, ну, это его личные желания, наверное, он рассчитывает на каких-то избирателей, скорее всего, какое-то, наверное, количество людей его поддержат. Есть закон, тем более, что, насколько мне известно, у Навального юридическое образование, даже вот он адвокат, хотя там были определенные споры там с законностью, незаконностью статуса там и так далее. Я не в курсе, чем это все закончилось, но есть законом закреплены определенные основания, да, кто может баллотироваться, требования к этому кандидату, и, в общем-то, если он соответствует этим требованиям, пожалуйста, у нас демократическое государство. Правда, я, конечно же, сомневаюсь, что из этого что-то получится, и, в общем-то, меня существующая власть более чем устраивает, и я этого не стесняюсь, хотя сейчас модно быть оппозиционером, ругать власть. И очень часто у меня возникают споры, лично у меня, потому что я вижу, как развивается общество, я вижу, как развивается законодательство, как юрист, как адвокат, я это вижу. Я вижу, что на сегодняшний день люди, даже обладая серьезным административным ресурсом, не могут, они не всесильные, они проигрывают суды, там, если они не правы, да, и закон не на их стороне. То есть, реально наше общество, я не знаю, может быть, не то, что может быть, да, многие, наверное, меня осудят, там, и так далее, подвергнутся критике, но я убежден, что на сегодняшний день общество развивается в наиболее, скажем, демократическом векторе, и экономика, и я это вижу с точки зрения правоприменительной практики в виде решений судов, там, и так далее, и так далее. И, в общем-то, на сегодняшний день есть возможности у любого человека реализоваться как предприниматель, как личность, как творческая единица, как оппозиционер, да, то есть, поэтому я бы не хотел, чтобы власть менялась, да, и я не верю каким-то вот таким заявлениям различных людей, в том числе Навального и ряда других, в том числе радикальных персонажей. Поэтому лично я бы, например, не стал бы за него голосовать, но поскольку у нас демократический государство, пожалуйста, пускай выдвигается, и, в общем-то, народ проголосует и решит.